всем привет салют сегодня я буду отвечать на ваши вопросы которые вы задаете по поводу радиостанции поехали как зарегистрировать радиостанцию будет отдельное видео что такое модуляция тоже будет отдельное видео это в рамках ответа на вопрос так не ответишь быстро так что смотрим еще влияет ли мощность на качество но давайте подумаем влияет ли мощность на качество мощность передатчика имеется ввиду 2 ватт 5 ватт 1 ватт пол ватта и так далее я уточнил потому так как вопрос распространенная уточнил что имеет человек виду под качеством и тут мнение у всех разошлось одни под качеством имеет ввиду дальность то есть для них влияет или мощность на качество это равняется влияет ли мощность на дальность что странно для других и качество эта четкость голоса попробую ответить сразу на два этих вопроса которые скрыты в одном мощность радиостанции на дальность влияет на четкость голоса это зависит от твоего голоса видимо подразумевают то что как его будет слышно и вот здесь кроется нюансик как будет тебя слышно на другой радиостанции зависит от приемника той радиостанции на которую тебе будут слушать от ее антенны и приемника но никак от твоей мощности ты можешь дуть в эфир и 5 ватт и 10 ватт и 25 ватт но если радиостанция та которая тебя принимает глухая то они будут тебя очень плохо слышать и недалеко и и не четко и обратная же часть если у тебя ты вещаешь одним ваттам но тебя принимают на хорошую антенну с качественным приемником в радиостанции то тебя будут четко и далеко слышать я не знаю как иначе ответить на этот вопрос гипотетически если по-простому отвечать туда можно сказать да 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 5 ватт будут тебя будут и дальше и лучше слышать но видите как здесь очень много нюансиков вот их попытался объяснить поедем следующий вопрос посмотрим можно ли вычислить человека который разговаривает по рации ответ простой да можно вычислить но как обычно в этом вопросе скрыты еще под вопросы потому что задают их различные люди имея различные радиостанции на руках так вот отвечаю дальше до вычислить можно но если ты пользуешься пимер или лпд радиостанции купленной в магазине то вычислить можно тебя но кому это нужно это просто никому не нужно будет вообще вообще никак то есть тебе могут говорить там и тебя вычислим да мы сейчас найдем на пимер или найдено лпд но обычно это просто такие же пустобрехи как и те кто на пимер и лпд начинают вещать матом грязно ругаться ни о чем и посылать собеседников куда подальше то есть это обычно одни и те же люди кто интересуются могут ли меня зачем засечь и когда узнают что нет засечь не могут ну точнее никому не не нужны они они начинают в эфир лить всякую гадость считая это дело безнаказанностью вот но таких людей тоже находят уже радиолюбители и разбираются наверное своими какими-то методами так что давнить извиняюсь конечно в эфир не нужно друзья и тогда вас никто не будет вычислять это вот владельцам купленных заранее таких вот лпд пимер мыльниц в магазинах те которые разрешены теперь этот же ответ будет на этот же вопрос могут ли тебя вычислить если у тебя частотная радиостанция не канальная с зашитыми каналами а частотная да тебя тоже могут вычислить точно так же легко как и на покупной но единственная нюанс будет заключаться в том что если ты выйдешь на запрещенные частоты точнее будешь работать на частотах те которые не разрешены для гражданского использования в данном варианте врф это если брать укв то это лпд сетка и пример сетка и вот если ты где-то за них выйдешь и будешь общаться то конечно да тебя могут вычислить если те скажут что все мы тебя найдем хана тебе прячься то скорее всего тебя не будут вычислять а если просто ничего не скажут приедут и скажут знаешь ты вот вещал на частоте на которой вещать нельзя ну-ка давай доставай радиостанции вот отсюда велся эфир просто где ты станешь где ты будешь говорить на каких частотах всегда думай потому что первое правило одно из главных при передаче если ты никого не слышишь на частоте это не значит что не слышат тебя потому что ты можешь на свою мобильную радиостанцию на такую вот носимую просто не принимать либо на частоте может быть тишина и она может использоваться в экстренных вариантах но ты на нее встанешь послушаешь вроде бы никого нет и давай жать на передачу в общем вычислить легко тебя и давайте в заключение вот этого видео части ответов еще про вычисления эти все и все я хочу просто сказать что многие конечно скажут что то кому ты нужен кто тебе будет вычислять да все это оборудование уже съедено до роском частот надзор занимается совершенно другими вещами и зарабатывает иначе но вычислить тебя могут военных есть специальное оборудование то есть если где-то будешь использовать радиостанцию на передачу на частотах на которых нет не разрешено то вычислить тебя очень легко и для самых таких умных и хитрых те которые скажут но как они докажут что это я выходил на передачу даже если они у меня найдут радиостанцию как они докажут что это именно я жал на служал на тангенту то скажем так аппаратно-программный комплекс в различных структурах имеется таковой что запечатлеть отпечаток этой радиостанции будет очень легко в эфире и он будет уникален именно для нее и распознать ее не составит никакого труда малейшего но это в общем я так запугал всех немножечко просто работайте на разрешенных частотах тот тот же пример или l50 к пожалуйста пользуйтесь субтонами не мешайте друг другу в эфире спасибо за внимание до скорых встреч с вами был я им метатрон подписываемся ставим лайки заходим на сайт ну и просто делаем добро не ждя ничего взамен всего вам доброго пока спасибо 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 спасибо